Казахстанцев могут обязать декларировать растения и животных. Речь идет лишь о той собственности, которая приносит доход. Антикварианты шубы тоже могут стать обязательным пунктом в отчетном документе, но только если их стоимость превышает 2,6 миллиона тенге. Эти новации сегодня за круглым столом обсудили сенаторы и руководители министерств. Цель заседания понять, какие пункты обязательного декларирования доходов и имущества в 2021-2025 годах на сегодня утверждены, их можно вносить в законодательство, а какие все еще вызывают дискуссии. Мнения и аргументы у Жанны Алпспаевой. Ложки и вилки, как ранее поговаривали казахстанцы, декларировать не придется. Сегодня в Министерстве нацэкономики озвучили примерный перечень указываемого имущества и его суммарный порог. Это недвижимость, в том числе и зарубежная, воздушные и морские суда, транспортные средства, специальная техника и прицепы, а также деньги на банковских счетах в Казахстане и за ее пределами. Последнее должно превышать 1 тысячу МРП. Писать в декларацию надо будет и долю участия в жилищном строительстве, долю участия в уставном капитале юридического лица, ценные бумаги, производственные и финансовые инструменты, объекты интеллектуальной собственности и инвестиционное золото. Определен предел, более 100 месячных расчетных показателей имущества только будет декларироваться. Все менее шубы, но есть у нас шубы разной стоимости, конечно, не будут декларироваться. У нас есть антиквариат, картины, которые 30 тысяч тенге, естественно, не будут декларироваться, а дорогостоящие будут. Должна быть независимая оценка предоставлена, чтобы доказать стоимость данного имущества. Депутаты предлагают регистрировать в качестве собственности приносящий доход растения и животных. Вице-министр финансов Канад Баидилов на бегу уточнил, что если и придется декларировать условно собаку, то она должна быть дорогой и породистой. Декларирование подлежит не только имущества и деньги, но и биологические активы. Под биологическим активом понимаются животные, растения. Поэтому мы сейчас совместно с Министерством отработаем именно какие растения мы должны декларировать, какие виды. И может стоить и заменить на другие имущества. Поэтому мы домом отрабатываем. Но как получается, что люди должны будут козу, собаку, всех что ли в этой декларации? Все нас не представляют. Если породисты, если стоит несколько тысяч долларов, пожалуйста. По планам все данные казахстанцы должны будут вводить в электронном формате. Однако депутаты переживают, выдержит ли компьютерная система и не приведет ли это к нервозности населения. Даже на самом заседании портал ЕГОВ давал сбой. Вводим код 87456. Входим в систему. Между тем, на нотариусов с 2021 года хотят возложить новые обязанности. У них может появиться право удерживать имущественный доход прямо во время оформления сделки. К примеру, если физическое лицо приобрело квартиру за 5 миллионов тенге и в течение года с момента регистрации права собственности на нее продало квартиру за 6 миллионов тенге, то ему необходимо заплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10% от прироста стоимости, то есть 100 тысяч тенге. Пока такое предложение на рассмотрении Минюста. Также в планах Минфина проводить все первичные регистрации сделки купли-продажи за безналичный расчет. Насколько это реально, покажет время. Напомню, поэтапный переход к всеобщему декларированию начнется с января 2021 года. Первым оно коснется государственных служащих, лиц, приравненных к ним и их супругов. С января 2023 года сотрудников квази-государственного сектора и с января 2025 года остальных казахстанцев. Общее число декларантов должно составить 13 миллионов человек.